Глава Минпросвещения Кравцов заявил, что ведомство планирует ввести единую школьную форму. Такой законопроект уже внесен в Государственную Думу всеми фракциями, и мы полностью его поддерживаем. Подытожил чиновник. Это просто праздник какой-то. Знаете, я отчетливо себе представил сейчас лица хейтеров, которые... Ну давай, давай эту идею обвести. Форма-то единая, тебе чем не угодила? В Советском Союзе все дети ее носили и ничего, поясняю. Мысли, правда, неплоха, ну хотя бы потому, что школьники перестанут, например, отвлекаться на всякую ерунду из разряда, у кого круче джинсы. Потом такие вещи, как ношение формы, они ведь еще и дисциплинируют, а как раз дисциплины нынешним детишкам, на мой взгляд, очень не хватает по-своему пионеру знаю. Школьная форма должна быть, соглашаются и психологи, но не для того, чтобы уравнять всех способов показать свой социальный статус, сегодня достаточно и кроме одежды. Форма-то скорее организационный момент. Она позволяет быстро собраться в школу и настроиться на учебу. Они приходят сюда для того, чтобы учиться, делиться своими знаниями, да, познавать что-то новое, то есть как бы такой вот, ну деловой стиль, что ли, у них получается. Меня опять терзают смутные сомнения. Но не даром ведь говорят, есть время и есть место, не идиоты, он ее придумали. Давайте посмотрим на блестящую идею Минпросвета с другой стороны. А ведь форму ту не бесплатно выдавать предлагают, родителям придется ее покупать, то есть нести дополнительные траты сейчас. Когда страна вошла в затяжной экономический кризис, когда предприятия закрываются там или останавливаются одно за другим, и люди без работы остаются. Когда доходы населения падают с катастрофической скоростью, это тоже не я придумал про кремлевский в ЦИОМ и тот. Проблему признал, когда, блин, Набиулина говорит, будущее как никогда туманно. Новым фактором, влияющим на динамику цен, является частичная мобилизация. В ближайшие месяцы из-за снижения потребительского спроса ее эффекты будут дезинфляционными. Но затем может проявиться проинфляционные действия через изменения в структуре рынка труда, нехватку персонала отдельных специальностей. О чем я? Мы в дерьме! Мы в дерьме! Да-да-да, и вот это тоже мобилизация, о которой справедливо заикнула Сильвира Сахибзадовна, конечно, не могла не повлиять на доходы отдельно взятых ячеек общества. Ну, шутка ли, 300 с лишним тысяч трудоспособных мужчин выдернули из семей? Я не говорю даже из экономики, из семей выдернули. Это разве не удар по кошелькам граждан? Не забываем о людях, которые, опасаясь быть призванными, уехали из страны, их около миллиона вообще. А многие ведь бежали в спешном порядке, оставляя свои семьи в России. И вот в такой ситуации мы хотим нагрузить родителей дополнительными расходами на какую-то форму. И так ведь в кредит уже народ своих чат к первому сентября собирает. Так выглядит кредитный школьный базар. Здесь, в офисе микрофинансовой компании, родителям дадут возможность собрать ребенка к первому сентября. Под процент, только сумму выберите. Наша акция называется «Собери ребенка в школу» и сниженная процентная ставка – это 1,9%. А обычное время? 2%. Это в день получается 1,9%? Очень... А впрочем, ну мы же понимаем, да, кто-то эту форму будет шить, делая на ней сумасшедшие бабки, этому кому-то вообще наплевать. Есть у людей лишние деньги или нет? Нифига себе, такой жирный заказ. Как от него можно отказаться? Вот ведь я о чем сокрушаюсь. А впрочем, умные люди и так все прекрасно поняли. А, дуракам, простите, объяснять что-то бесполезно. Это реальная журналистика. Кому война, кому мать родна. Вот так ведь бывает часто. Поехали! В кои-то веки у меня для вас хорошие новости. Россия устала от злобных пропагандистов. О чем речь? Телевизионные скандали Ти-шоу теряют свою актуальность. В частности, программы наимерзейших Соловьева и Скобеева вылетели из топов зрительского охвата. Агрессивным упырям и хамам народ теперь предпочитает развлекательные телепередачи и сериалы. Сказать честно, а я не удивлен. Однажды оно и должно было случиться, но человек по своей природе так устроен, что извечная злобленность ему чужда. Я про нормальных людей говорю, разумеется, а не про отбитых наглухо шизофреников. Ну да мы отвлеклись. Так вот, у нормальных людей воинственный настрой однажды заканчивается. Разум берет и верх над эмоциями. Сперва все сменяется апатией, потом депрессией, затем перетекает в абсолютное безразличие. Просто кому-то нужно немного больше времени, кому-то меньше, слушайте. Ну если даже я уже замордовался от этой грязи, что льется из пропагандистских помоек и стараюсь от нее поабстрагироваться. От слова совсем, ну или почти совсем. Ну если даже я устала, у меня профессия такая с информацией работает. Что тогда, блин, говорить об обычных гражданах, которые не в состоянии отделять информационный шум от по-настоящему полезной инфы? Да единственная, милая моя, да скорее бы закончилась эта война. Чтоб ребята возвратились домой живые, здоровые. Чтоб жизнь наладилась, мать честная. Чтоб быстрее все закончилось на Украине. Я хочу, чтобы мигра на земле. Ну скорее всего, как женщина, я хочу, чтобы войны не было. Это главное. Я хочу, чтобы был мигра во всем мире. Да быстрее, б***ь, она закончилась. Все. И вот тут нужно сказать, что пропагандисты сами стали заложниками своей же бестолковой, непродуманной, слишком навязчивой и слишком агрессивной, но типа победной концепции. Да, не чиновники, о которых в этом ни хрена не смыслят. Именно пропагандисты виноваты в собственном провале. Дебятишки разогнали телегу. А дорога-то кончилась, если на пальцах. Вот мы девять месяцев живем с одной единственной информационной повесткой. Она в какой-то момент тупо схлопнулась. Успехов на фронте кот наплакал. Рассказывать особенно не о чем. Да и Путин с подачи своих безголовых советников принимает одно непопулярное решение за другим. Только ведь мобилизация чего стоила, которая мало того, людей перепугала, разозлила. Но то, как она проводилась, так это мобилизация. Ведь чудовищные факты коррупции в вооруженных силах вскрыла, показала, какой бардак там творится. Мы в течение 10 лет, 12 лет, я не знаю, мы разваливали все, что можно развалить. Костяк армии разваливали, офицерский состав. А сейчас мы говорим, а что же там там? Можно вопрос задать? Да. А мы не изучаем оружие потенциального противника? Значит, я отвечаю. Значит, у нас должно быть свыше 2000 танков. Правильно? Я правильно говорю? Правильно. Считать так еще могу, да? Значит, а вы думаете, у нас сколько танков? Так вот, больше всего танков 390 в вооруженных силах Индии. Ты говоришь, Хаймерс? Да, Хаймерс великолепный. Кто у нас говорил? Да, Хаймерс. Вы что, больные, что ли? Значит, Хаймерс это великолепная реактивная система залпового огня. Противника надо оценить так, как есть. Сделайте хорошую армию, чтобы ее уважали. Восстановите военные учебные заведения. Shut up, Frankie. Потом с Херсоном эта неприятная история приключилась, из которого мало того, что отступать пришлось, даже не отступать, эвакуироваться, слово-то какое позорное. Они ж там отступающие, мародерить давай енота зачем-то спереть умудрились из зоопарка смех. Люди, живущие в Луганске, Донецке, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами. Навсегда. Россия здесь навсегда. В этом не должно быть никаких сомнений. Не может никаких причин быть для оставления Херсона. И вот не о чем тут даже разговаривать. Херсон не должен, не может быть сдан. Тот, кто сдаст Херсон, будет предателем. Так и вы смените повестку, блин. При таких-то раскладах, ну раз и видите, что проигрываете в информационной войне, во всяком случае, на данном этапе, нет. Пропагандисты лишь еще агрессивнее стали, начали врать с утруйной силой за чем-то. Нет никакой коррупции, нет никаких недовольных мобиков, а это враги, нет никакого бардака в армии, правда? 17 февраля 2022 года началась мощнейшая артподготовка к наступлению спланированному не генштабам ВСУ, а, как мы хорошо знаем, совместным штабам НАТО и ВСУ. Какого херня? Мы пишем бумажки того, чего нам не хватает, и для этого мы потом собираем ту толпу, устраиваем по мечу, это пропанация, имитация стрельб, имитация учений и имитация строевого устроя. Мы две недели лежали, и с двух недель там пять раз сходили на стрельбы по 15 патронов. У нас... да это все подразделения! Это... жизни понадобится вот это. Более того, пропагандисты настолько отупели, что они искренне не понимают одной очень простой вещи. Именно пропагандисты. Вот эти вот агрессивные псы режима сейчас больше всего вредят своим хозяевам, да, не удивляйтесь. Не пятая колонна и даже не украинские политтехнологи, которые догадались притащить Зеленского в Херсон через 4 дня после отступления российских войск. В прошлом выпуске, кстати, рассказывал. Кто не видел, посмотрите обязательно. Нет! Медвежью услугу великому кормчему его окружению оказывают сейчас как раз Соловьёвы, Симальяны, Скобеева и прочие. В какой-то момент мне, правда, показалось, что отморозка в просветление случилась, но это когда Красовского из эфира выпнули, оказалось. Ну вот давайте разберём хотя бы этого Шизика Соловьёва. Что он делает? Брызжет слюной, каждый божий день орёт, как сумасшедший. Ну это ладно, к этому мы уже все привыкли, но он ведь начал унижать людей, которые играют, можно сказать, за его команду. Я про мобилизованных мужиков сейчас напомню просто, а вы насладитесь. Ты предатель, ты бежал, ты трус и дезертир. А у нас по отношению к дезертирам статья есть или нет? И ты будешь про себя рассказывать, и командир у тебя не тот, и тебя не так подготовили, а ты сам как готовился? А что ты сделал на полигоне, чтобы быть готовым к бою? Или ты считаешь, что тебе все должны? Вот это бомбит, вот это я понимаю. Внимание, вопрос. На какой ляд ты это делаешь? Блин, вот эти вот мужики, они ведь чуть ли не последние из магикан, продолжающие верить во Владимира Путина. Продолжающие думать, будто спецоперация это дело правое. Большинство из них действительно едут туда по велению сердца, не из-под палки, искренне полагая, что ну просто не всё до президента доносят. В том виде, в котором должны доносить, враги вокруг него окопались, потому что так нахрена? Я спрашиваю, этот ненормальный Соловьёв хамит-то этим людям, унижает их предателями, обзывает и даже расстреливать предлагает. Зачем? Чтобы ещё и они отвернулись. Надо отменять мораторий на смертную казнь. Диверсантам, террористам, предателям. Кстати, так же, как и вот эти пятисотые, которые бегут. Как их там называют? Дезертиры. Дезертиры. Дядя Петя, ты дурак? А вот эта бредятина, как вам? Я прямо умилился, когда он её услышал от госпожи Симоньян. Если бы не ЧВК Вагнер, было бы гораздо больше смертей, было бы гораздо больше мобилизованных, было бы гораздо больше плачущих жен, детей, и это были бы вы. Дорогая, иди ты в задницу. А напомните мне, как там самая популярная нынче уголовная статья называется в отношении в армии? Ах, вот она. Публичные действия, направленные на дискредитацию вооружённых сил Российской Федерации. Так, нет? А вот это вот сейчас что было? Это разве не дискредитация нашей армии? Нифига себе. Глава одного из крупнейших государственных медиахолдингов записывает видеообращение, в котором прославляет не Министерство обороны, нет. Это частную военную компанию с неопределённым правовым статусом, да ещё в таком ключе. Если бы не ЧВК Вагнер, как по мне, это самый настоящий плевог в генерала Шойгу и во всё его ведомство. В каждого российского солдата, типа учитель сосунки, вот Вагнер, это герой, а вы так погулять вышли. Какое после этого у людей может быть отношение к вооружённым силам, если россказни о подвигах Пригожина и его незаконного вооружённого формирования давно вышли на первые планы воинов наших, офицеров боевых только костерят. В последнее время всё чаще, вот выше показывал ещё раз, давайте. Мы в течение 10 лет, 12 лет, я не знаю, там, мы разваливали всё, что можно развалить. Костяк армии разваливали, офицерский состав. Впрочем, о Пригожине и его ЧВК предлагаю поговорить уже в следующем выпуске. Время. Это была реальная журналистика, спасибо, что вы слушали. Подписывайтесь на канал, лайки, репосты приветствуются, это помогает продвижению видео. В соцсетях тоже жду, напомню, в Одноклассниках и во ВКонтакте нас по непонятным причинам заблокировали, но VPN решает данную проблему. В друзья добавляйте с темы, предлагайте, поднимем, обсудим. Всё, пока! Пока!